В браке с Виталиной Армен Борисович нуждался в деньгах. Нехватка средств вынудила его продать часть трехкомнатной квартиры в Староконюшеном переулке московскому бизнесмену Юрию Растегину. И пока Джигарханян был жив, Растегин позволял артисту проживать в этой квартире. После смерти Армина Джигарханяна в Староконюшеном переулке живет его вдова Татьяна Власова. Юрий Растегин утверждает, что он пока не лезет к актрисе с разговорами о квартире, но судьба недвижимости будет решаться. Растегин уточнил, что при перепродаже между ним и Джигарханяном было соглашение. После смерти актера сделать из квартиры музей. Но при этом выгонять Татьяну Власову не станут, тем более что половина жилья принадлежит ей. Если Татьяна Сергеевна скажет, что хочет продолжать жить там, я возражать не стану. Пусть живет спокойно, а просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее. Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем, уверяет Растегин. Бизнесмен вспомнил также, что наблюдал за Власовой и Джигарханяном в последние месяцы жизни артиста. Они относились друг к другу с трепетом и нежностью. Поэтому Растегин уверен, что за артистом был наилучший уход и у него не было недостатка во врачебной помощи. Юрий Растегин упомянул и Виталину Цымбалюк-Романовскую. Женщина однажды заняла у него около двух миллионов рублей. А вот возвращать эти деньги бизнесмену пришлось через суд. Когда Армен Джигарханян вернулся к Татьяне Власовой, бывшие супруги пытались снова пожениться. Но возникли проблемы с документами. В итоге актеры решили просто жить вместе.